Из 147 полигонов в области только два соответствуют требованиям санитарно-экологических норм. На сегодняшний день оба переполнены или исчерпали срок службы. Для строительства нового полигона, отвечающего всем требованиям, необходимы сотни миллионов тенге. В регионе также увеличилось количество незаконных свалок. Об этом говорили на аппаратном совещании под представительством главы региона Галийска-Рива. Все, что касается сбора и переработки бытовых и промышленных отходов, обсуждали сегодня на очередном совещании в областном Акимате. Так, в прошлом году в городе Аксай было начато строительство мусоросортировочного комплекса. Общие инвестиции проекта мощностью 5000 тонн в год составляют 442,6 миллионов тенге. Таким образом, до конца года проблема полигонов и стихийных свалок будет постепенно решена. Кроме того, планируется построить новые полигоны для ликвидации твердобытовых отходов. По правилам организации полигонов ТБО в городе Уральске Аксай, новые полигоны соответствуют всем санитарным требованиям и правилам, а поселки Чапаева полигоны не соответствуют им. Там отсутствует специальное мусоросжигательное оборудование. Сейчас ведется работа по реконструкции полигона. В регионе также увеличилось количество незаконных свалок. В ходе мониторинга из космоса их было выявлено 253. Они находятся в радиусе 50 километров от областного центра. В основном это Теректинский, район Байтирек и территория города. 205 из них ликвидированы. Кроме того, в прошлом году в Сырымском, Касталском, Теректинском, Бурлинском, Акжаикском, Каратубинском районах было приобретено оборудование для прессования отходов. Еще в семи районах полигоны переданы в доверительное управление. О работе в данном направлении в районе Байтирека рассказал Аким Марат Токжанов. На сегодняшний день здесь насчитывается 30 полигонов и 314 мусорных контейнеров. В этом году планируется закупить дополнительно 60. Свою лепту в это дело вносят и местные предприниматели. Ежегодно в селе Раздольное, главой крестьянского хозяйства, в Достах осуществляется вывоз органических отходов на сельскохозяйственные поля для внесения удобрений. Примерно 150-200 тонн населения складирует чистые органические отходы, вывоз для них бесплатный. Вот этот опыт, конечно, надо нам по всем районам перенять. И Акимам районов соответствующие поручения даю, чтобы вместе с Акимами округов внедряли такой опыт. Что касается пластиковых отходов, тоже в прошлом году я давал поручение. В шести районах поставили оборудование, которое может прессовать пластиковые отходы. Поэтому сейчас руководитель управления сказал, что в городе принимают отходы 1 килограмм по 135 тенге. Соответственно, я считаю, что можно накапливать, прессовать и привозить в город. И как минимум, это транспортное расходы должно покрыть. Поэтому тоже вот этим Акимам районов, где пресса установлены, надо начать сбор и продажу пластиковых. Важным фактором устойчивого развития области остается информирование населения по вопросам развития зеленого бизнеса. Сортировка мусора отметил глава региона. Особо нужно обратить внимание на утилизацию канализационных отходов. Остро стоит вопрос строительства очистных сооружений, сообщил глава профильного ведомства. Отходы, полученные с территории частного сектора, сливаются осенизаторами на специальной станции, расположенной во втором рабочем поселке Зачиганске. Осточные воды из пригородных населенных пунктов, таких как Круглозерное, Серебряковое, Подстепное, Щапово и других сел, сбрасываются на необорудованные полигоны. Для решения вышеизложенных проблем предлагается установка очистных сооружений путем глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод заявленной производительности новая установка позволит сделать их техническими, если этим проектом заинтересуются предприниматели. Эти воды могут быть использованы для полива, посевов и использованы садоводами области. Что касается утилизации канализационных отходов от управления ЖКХ энергетики, я поручаю в каждом районе определить один сельский населенный пункт и проработать вопрос проектирования и начала строительства в этом году локальных канализационных модульных устройств. Сейчас в зависимости от количества населения, конечно, и размеры, и стоимость разная будет, но если это наиболее правильный подход, тогда нам надо его применять. Сливать канализационные отходы на общий полигон, на открытый грунт, это, конечно, неправильно. В то же время, если есть возможность какие-то коммерческие доходы получать после утилизации отходов канализационных, то нужно соответствующих предпринимателей найти и вместе с ними государственное частное партнерство сделать и обеспечить рентабельность утилизации и использования этих отходов. Также в ходе совещания было отмечено, что, несмотря на значительные финансовые вложения, в течение нескольких лет проблема питьевой воды в городе еще не решена. Из-за высокой изношенности крупные аварии на КНС периодически повторяются. О проводимой работе в этом направлении доложил глава города Абат Шенебеков. В целях бесперебойного жизнеобеспечения областного центра уменьшен объем потребляемой воды из реки Урал, увеличен забор из подземных источников с 20 тысяч кубических метров до 35 тысяч кубических метров. Суда без рук. В 2020-2021 годах в рамках мероприятий по развитию и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения заменено 28 километров сетей водоотведения. Восстановлены эксплуатационные характеристики 18 скважин на ПВЗ. Начали бурение шести новых скважин. Приобретено 7 единиц спецтехники. Установлено 18 расходомеров. Работа в этом направлении продолжается. Согласно динамике, с каждым годом увеличивается объем водопотребления. Стоит отметить, что на сегодня тариф на услуги водоснабжения по Уральску является самым низким в республике. Цена закуп воды составляет 35 тенге 71 тиин. За канализацию 67 тенге 56 тиин. А для нормальной работы предприятия оплата должна быть около 150 тенге. Конечно, компания Батсуарнасы испытывает постоянный дефицит денежных средств, что не позволяет ей платить достойную заработную плату, проводить оперативные ремонты сетей. Но этот вопрос уже на уровне республики должен быть рассмотрен. После отмены моратории на повышение тарифов, конечно, надо еще раз обосновывать необходимость повышения тарифов. Не остались без внимания вопросы электроснабжения. На балансе запказ РЭК более 20 тысяч километров электролинии, 80% из которых изношены. На сегодняшний момент в целях уменьшения износа сети данный вопрос включен в комплексный план развития области. Реализация проекта реконструкции электрических сетей с 2023 по 2025 годы снизит износ на 20%. Вместе с тем, ежегодно за счет собственных средств компании проводятся ремонтные работы. Так, в 2021 году проведены работы на сумму 200 миллионов тенге. Отремонтировано 1830 километров электрических сетей разного класса напряжения, а также проведена реконструкция кабельных линий на сумму 73,7 миллиона тенге. Заменено 159 опор и закуплены 16 силовых трансформаторов. 6 февраля в области начал свою работу мониторинговый операционный центр Айкумек. Основное направление приема обращения населения, координация работы коммунальных и аварийно-спасательных служб. За время его работы поступило 38 заявок, 24 из которых нашли свое решение. 11 февраля на фейсбуке о том, что рабочие Жайк-Казахала вынуждены сами покупать себе одежду, какие-то приспособления для уборки города. Вот это вот таким городом должен с руководством компании Жайк-Казахала, конечно, оперативно решать. Мы должны создавать условия для людей, которые на улице и в холодное и жаркое время с утра до ночи убирают город. В завершении совещания Галий Скалиев поставил ряд важных задач перед акимами районов и руководителями областных управлений. Особое внимание необходимо уделить своевременному и качественному исполнению поручений, подытожил глава региона. Альбина Кумургалиева, Ербул Мендагалиев, Алтамбек Кабделов, телеканал АКЖАИК.